48-летний белый мужчина был смертельно ранен в грудь во время поездки в вагоне Нью-Йоркского метро в воскресенье 22 мая в результате серии российских нападений чернокожими. Стрелок скрылся, когда поезд подъехал к следующей станции Манхэттен, сообщил на брифинге начальник отдела полиции Нью-Йорка Кеннет Корри. Боевик описанный только как плотный, темнокожий мужчина с бородой, одетый в толстовку с капюшоном, серые спортивные штаны и белые кроссовки скрылся, когда поезд подъехал к станции Канал-стрит. По словам полиции, подозреваемые и потерпевшие не были знакомы и не общались до стрельбы. Жертва, личность которой не была установлена полицией, была объявлена мертвой в больнице вскоре после стрельбы в 11.40 вечера. Администрация Байдена никак не отреагировала на очередное преступление на российской почве в отношении белого населения. Байден вообще реагирует только если российские преступления совершены в отношении чернокожих. Белые жизни не имеют значения для администрации Байдена и для всех тех, кто поддерживает российскую карту. Задумайтесь, почему. В демократическом Нью-Йорке наблюдается резкий рост насилия и серия российских нападений на пассажиров в метро. Насилие в транспорте включало пассажиров, которые черные выталкивают на рельсы с платформ, в том числе женщину с Манхэттена, убийство которой было расценено как часть всплеска преступлений на почве расизма. 12 апреля чернокожий боевик взорвал дымовые шашки и открыл огонь в вагоне метро, ранив более 20 белых человек. Но Байден также никак на это не отреагировал. Подозреваемый был задержан на следующий день, но через несколько дней заявил в суде, что сам является жертвой насилия и был вынужден сделать это, мучаясь от того, что более 100 лет назад его предков угнетали. Белый дом постоянно призывает к таким чувствам. Особенно страдают те, кто приехал в США не так давно, а их предки в США вообще даже и не находились никогда. Но это уже не так важно для демократов. Главное, чтобы страдали правдоподобно. Ранее сегодня примерно в 11.42 офицеры отреагировали на сообщения о человеке, застреленном на станции метро Канал-стрит, расположенных в пределах пятого участка. По прибытии офицеры обнаружили 48-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Офицеры немедленно начали оказывать помощь, вызвали скорую помощь. FDNY скорая помощь прибыла на место происшествия, доставила пострадавшего в больницу Бельвью, где он, к сожалению, скончался от полученных травм. Предварительное расследование показывает, что 48-летний мужчина ехал в поезде Кью, идущем по Манхэттену, и сидел в последнем вагоне поезда. По словам свидетелей, подозреваемый ходил зад-вперед в том же вагоне поезда и без провокации вытащил пистолет и выстрел из него потерпевшего с близкого расстояния без предупреждений. Когда поезд пересекал Манхэттеновский мост, и когда он подъехал к станции Канал-стрит, подозреваемый сбежал из поезда. Но следователи, имея в своем распоряжении, в настоящее время рассматривают видео с камер наблюдения МТА, полученные со станции. Свидетели были обнаружены и допрошены детективами. В настоящее время пока что никто не задержан. Подозреваемый описан как на коже мужчина крупного телосложения, с бородой. Последний раз его видели в темной толстовке с капюшоном, серых спортивных штанах и белых кроссовках.